МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На фламинго Камила Расулова беспокоиться не стоит. Берем телятину, вырезку. Оно мягкое и нежное. Просто каждое мясо есть, проживое. Поэтому немножко надо отбить его. Хорошими ударами, чтобы мясо этот удар почувствовал. Мы не будем разные специи добавлять, чтобы вкус мяса не пропал. Мы добавляем черный перец немножко по вкусу и соль, чтобы все натурально было. Теперь Камил еще раз пройдется молотком по мясу, чтобы специи как можно глубже вошли в каждое волокно. И вкуснее будет. Для гарнира повар взял по пластику трех видов перца, баклажан, кольцо лука и помидора. Поперчил, посолил. И вот у нас крахмал. Мы все это заблокируем крахмалчиком. Когда обжариваешь, сок не выходит с них. Весь сок, вся витаминчик внутри остается. Мука не пойдет, как крахмал блокирует. Мука слизистый получается, а крахмал хрустящий получается. С6H10O5. Скажи этот код химику, и он поймет, что речь идет о крахмале. Вещество это синтезирует растения. Белый зернистый порошок при сжатии в руке издает характерный скрип, вызванный трением частиц. Крахмал нерастворим в холодной воде, и именно поэтому дает корочку, так любимую поварами и гурманами. Главные источники крахмала – зерновые культуры. Рит, пшеница, кукуруза, различные корнеплоды, в том числе картофель, а также маниок – этакая африканская картошка. Крахмалом Камил слегка присыпает и отбивные. Обжаривает на сковороде гриль. Средняя прожарка должна быть, и чтобы полосочки такие нужно на гриле готовить. Это же телятина, нежное мясо. Если мы будем его сильно жарить, он как бы резиновый получится, он жесткий становится. Следом на этой же сковороде обжариваются овощи. Очередь соуса. Берем чернослив в кипятке, замачиваем перед, как начинаешь соус, делать где-то полчасика в теплой воде. Не сильно горячий кипяченый, вот именно в теплой воде, чтобы свое свойство не терял чернослив. Его Камил мелко крошит. Чтобы кусочки, когда ешь вот с мясом, чтобы кусочки почувствовали. Берем ягодки брусник, берем кетчуп классический. Вы наверняка уже поняли, что Камил любит натуральные вкусы продуктов, поэтому и выбрал классику от Янты. И все это тщательно перемешиваем. Помнем его, чтобы вкус брусника выходил с кетчупом, с черносливом, надо мнуть его хорошенько вот так. У нас в Средней Азии, вот на Востоке, особенно вот с мясом, говядина, телятина, допустим. И у нас вот утиную грудку под восточным соусом делает. Вот этот соус туда же идет. Это очень вкусно. Этот соус отличается от других соусов, которые есть. Потому что этот соус, вкус такой, что это надо попробовать. Словами его невозможно там вкус определить какой-то. Тут и кисло-сладкий, разный. Вот привкус есть такой вкусный, хороший. Можно в любом ресторане его попросить, принесут, можно попробовать с мясом. Соус Камил выкладывает в центр блюда, стараясь не задевать ни мясо, ни овощи. Немножко чисто символически. Потому что клиент в следующий раз, чтобы еще захотел. В Средней Азии, на Востоке у нас любят кинзу, поэтому сюда мы еще немножко. Кинзы добавляем. Вот. Наше блюдо готовое. Приятного аппетита! Брусничный соус считается универсальным. Его можно подавать к печени, мясу, птице и десертам. А как он звучит в сочетании с черносливом, нужно попробовать. Необычно. И хочется не только пробовать, а просто есть. Для приготовления говядины с соусом по-восточному вам потребуется 150 граммов мяса, столько же сладкого перца разных цветов, 25 граммов помидоров, по 50 баклажанов и репчатого лука, специи по вкусу и крахмал для панировки. Для соуса понадобится 20 граммов брусники и столько же чернослива, а также 1 столовая ложка кетчупа классический от Янты. Партнер рубрики «Компания Янта». Янта. Есть вкусно!